МИГАИЛЬ МИХАЛОВИЧ Вы пишите, что если вы были бы руководителем, или президентом свободной России, тогда первый визит вы бы сделали на Украину. Понятно, это Украина для России очень историческая, очень важная страна. Но все-таки говорим о странах Балтии, говорим об Эстонии, эстонско-российских отношениях. Как по-вашему, все-таки, вот прошло почти 20 лет, как распался Советский Союз, но мы все-таки в ситуации, когда никогда не произошло встречи на уровне премьер-министров Эстонии, например, и на высшем политическом уровне все-таки существует, скажем так, немножко недоверительная атмосфера. Почему по-вашему? Ну, прежде я немножко поправлю вашу интерпретацию насчет российской Конституции. По Конституции формирование внешней политики – это прерогатива президента, а ее проведение в жизни, исполнение – это обязанность всех, включая премьер-министра и министра странных дел. Но формирование ее и отношение к странам – да, это прерогатива президента. И, конечно, за эти годы, ну, я соглашаюсь с вами, что и в мою бытность, и до этого не слишком много внимания уделялось балтийским странам. Ну, скажу я так, что когда я был премьер-министром, я, ну, из прибалтийских стран, значит, ну, дважды был в Литве, поскольку там у нас были проблемы, помните, с Калининградом, и все эти вещи там, транзиты и так далее, и так далее, значит, шенгенское расширение, все это было необходимо делать. Плюс там какие-то там еще экономические вещи были. Но, на мой взгляд, объяснить, объяснение, почему нынешние российские руководители по-прежнему не уделяют должного внимания отношениям с Эстонией, Латвией, Литвой, на мой взгляд, это ответ лежит в определенной плоскости. Прямых экономических интересов немного, а общедобрососедские, они связаны с другими вещами. Вы, наверное, знаете мировоззренческую позицию Владимира Путина, он по-прежнему руководит страной, он глава вертикали. В России существует властная вертикаль, там по-прежнему глава вертикали. Его мировоззренческая позиция такая. Самая большая катастрофа 20 века – это распад Советского Союза. Поэтому он сожалеет по-прежнему, и он не может являться другом независимых государств, которые не являются или должны быть частью, в его понимании, Советского Союза. Поэтому это все относится и к Украине, и к Эстонии, и к Латвии, и к Грузии, и так далее. Поэтому, почему у меня и были трения, скажем так, поскольку у нас тогда нужно было решить вопросы по Украине и Белоруссии, из главного принципиального подхода. Мы относимся к этим странам как к независимым государствам, или к таким вот там полупонятным, значит, там, сестрам и братьям, значит, да, младшим, значит. В этом проблема. И пока этого сознания не будет, то и не будет никакого доверительного разговора. Вы совершенно правильно отмечаете. Любые проблемы или вопросы, или новые идеи, новые проекты рождаются, когда есть доверительные отношения. Если люди разговаривают на разных языках, политических языках, мировоззренческих языках, и исповедуют разные ценности, то не может быть никакой. Это всегда какая-то манипуляция, желание чего-то кого-то обмануть, перехитрить и так далее. Поэтому, конечно, Эстония все эти годы занимала строительством своего дома, демократического, европейского, и, на мой взгляд, очень успешно. И сегодня Эстония получила все черты самого, так сказать, продвинутого европейского государства, даже уже в зоне евро уже. Не говорю уже там, значит, о шенгенской зоне уже. Все уже опередило всех, что называется. Но сумела. Эстонский народ сплотился вокруг правительства, и все тяготы пояса затянули. Но сумели же выдержать все это дело? Это, может быть, трудно было, но все равно это же скоро будет оценено. И то, что Эстония стала, несмотря на проблемы, связанные с переструктурированием экономики, стала более конкурентоспособной, более независимой, поскольку в жесткой конкуренции с другими европейскими государствами она выдерживает и уже экономический рост в сравнении с другими прибалтийскими странами. Вот он уже появляется. Это означает, что правильный вектор движения, правильные реформы были проведены. Поэтому я не думаю, что где-то что-то жалуется здесь, что выборы проходят нерегулярно, или они манипулированы, или они фальсифицированы. Или кого-то не пускает какую-то политическую силу для участия в выборах. Такого же нет. Это же как норма жизни. Никто же не говорит, что будут проводиться совещания с прессой, и говорит, что нужно говорить вот это, а вот другой говорить нельзя. Такого же нет. Сразу же я думаю, что всех политиков этих поувольняют в два дня. А у нас же это норма жизни сегодня. И поэтому вот этот вот принципиально неверный подход к видению, какой должна быть Россия, какие должны быть отношения с соседями, какими странами должны быть бывшие республики Советского Союза, ныне независимое государство, в этом суть всей проблемы. И пока эти люди будут, такой категории люди будут у власти, не будет доверительных отношений, начать не будет поступательного развития. Будет небольшое улучшение, по каким-то причинам, но не будет глобального улучшения, не будет такого единения. Позвольте, два слова добавлю. Да, пожалуйста. Именно по вопросу внешней политики. О том, что Михаил Михайлович сейчас, к тому, что Михаил Михайлович сейчас говорил, по поводу того, что у Эстонии есть уже некий колоссальный, накопившийся позитивный опыт реформирования экономики, социальной сферы, во многих вещах Эстония оказывается одной из самых продвинутых стран мира. Я сегодня летел сюда из Киева, и со мной неожиданно в самолете встретил вице-премьера украинского правительства Сергея Тегибко, который отвечает как раз за экономические реформы. И он на полном серьезе сказал, вот лечу в Эстонию, там у меня большая программа, хочу встречаться с эстонскими друзьями, потому как, мне кажется, очень многое в опыте эстонских экономических реформ должно быть взято на вооружение нами в Украине. И вот это, кстати, чрезвычайно важно, если говорить о российской внешней политике. Вот посмотрите, как складываются сейчас отношения между Москвой и Киевом. В Москве казалось многим, что вот сейчас на выборах победил представитель партии, который в основном опирается на электорат центральных и в особенности восточных регионов Украины, по большей части русскоговорящих, где к России более позитивное отношение, где большее влияние русской культуры. И вот в Москве политики, которые отвечают за внешнюю ее сферу, им казалось, ну все, вот теперь мы сейчас раз-два и превратим опять Украину в Малороссию. Ну и вот прошел медовый месяц, и когда на переговорах коллеги-украинцы стали задавать российским официальным лицам вопросы, ну хорошо, а вот вы нам предлагаете это, а что мы с этого будем иметь? Вот мгновенно возникло напряжение, порой отчуждение. И, ну во всяком случае, то, что видно на поверхности, это то, что просто подчас градус там неприязни опять начинает зашкаливать. И вот последний визит Владимира Путина незадолго до Нового года в Киев, он был чуть ли не скандальным, потому что, в общем, была свернута вся программа визита, не были допущены журналисты, отменен там торжественный обед, потому что, в общем, на переговорах стал жестко принципиальный вопрос о равноправных отношениях в нефтегазовой сфере, и Путин буквально вот в негодовании хлопнул дверью, там улетел в Москву. Поскольку Эстония демократическое государство, я не могу все-таки спрашивать нашу аудиторию. У нас есть пять минут. Пожалуйста. Может ли повториться, 90-1917 год, может ли подняться люди и снова на революцию? Ну, конечно, 17-й год здесь не может быть, так скажем, аналогия проведена, но если вы имеете в виду силовой протест, неконституционный, значит, способ изменения ситуации, то я именно это и говорю, что все идет к этому. Это будет не завтра, не послезавтра, но это может случиться уже в 13-м, 14-м, 15-м году. Поскольку, как только сейчас, если будет проведена очередная имитация выборов, а теперь уже люди знают, что конституция изменена, и теперь президент избирается на 6 лет, это означает, что с 12-го плюс 6 по 18-й год, значит, вот будет все вот это вот произвол и коррупция, о чем мы сегодня говорим, то, что сегодня правит страной, произвол и коррупция. что это вот теперь как минимум на 6 лет, а может еще там, сколько там, 2 срока теперь, это же новая конституция считаете, может 2 срока по 6. Поэтому это и сподвигнет людей, даже без экономического кризиса, без экономических потрясений, просто произвол и коррупция может довести людей до крайности. А сегодня, когда мы видим, уже, когда молодежь с городских рабочих окраин вступает в драку с ОМОНом, это специальная полиция, специально вооруженная полиция для борьбы с демонстрантами и с беспорядками, когда они начинают впрямую вступать с ними в противодействие, зная, что они селы в тюрьму, это означает, что есть группа людей, молодых людей, которым терять нечего. Потому что они не видят будущего себе, они не видят будущего завтра, они не видят будущего через 5 лет. Они не могут получить образование, не могут найти работу. И эта же ситуация ухудшается. Поэтому я и беру смелость делать такие предположения, анализируя развитие общественно-политической ситуации, что к этому вполне может прийти. Плюс недавние проявления, когда националистически настроенная молодежь на улицах Москвы 10 тысяч было на Манежной площади. 10 тысяч! И милиция не смогла ничего сделать. Они стояли в масках и стояли генералы милицейские, и с людьми в масках вели переговоры. Они ничего не смогли с ними сделать. А при этом рядом избивали людей кавказской внешности. И милиционеры другие пытались спасти им жизни и засовывали, затаскивая этих кавказцев под свою машину, полицейскую машину, чтобы их не забили до смерти. В присутствии милиции, действующих народов. Это же говорит о чем? О том, что зреет не только недовольство, а уже зреет агрессивный протест против происходящего. И, конечно, если сегодня не сделать демократический способ, демократическую альтернативу решения проблем, как это решается в любом государстве, это свободные выборы, тогда это пойдет по этому сценарию. И это уже в истории происходило в нашей стране, в том числе. Вы сказали про 17-й год, а есть в других странах и другие года, когда не коммунистически настроенные, не левацкие настроенные люди, а крайне правые люди решали проблемы таким образом. И это вполне может быть реальной перспективой, если сегодня ситуацию не менять в стране сейчас. Так, есть ли у нас последний вопрос? У меня есть такой вопрос. Мне там дали по решению до 15 суток. А вы, вам тоже может так случиться? Вы готовы к такой сценарию? Я бы это не хотел бы, конечно, но всякое может случиться. Потому что у нас в стране за переход улицы в неположенном месте могут посадить в тюрьму. Немцова примерно за это и посадили. Просто после митинга пошел по улице, его взяли, дали команду просто продемонстрировать силу. И посадили на 15 суток. И написали, за что? Нецензурно выражался и перекрывал улицу. Он говорит, слушайте, кто это написал? Ну вот, милиционеры написали. И он говорит, у меня 13 свидетелей и видео, что это у него. Говорит, не хотим мы это даже смотреть. Вообще, это все неправильные показатели и непоказания, и неправильные люди. А вот правили два ОМОНовца, которые дали показания. Ругался матом и улицу перекрывал. Посадить. Вот это вот произвол. Причем я не утрирую. Я фактически цитирую разбирательство в суде. Вот такой произвол творится сегодня. Поэтому то, что вы говорите, конечно, это может. Вполне возможно. А как меня, когда были те президентские выборы, и когда я был предварительно зарегистрирован кандидатом, и ездил по стране, как меня преследовала эта кремлевская молодежь, так называемая наши, нашисты. Они же провоцировали постоянно автомобильные аварии, катастрофы, дежурили круглосуточно около моего дома, препятствовали моему передвижению, моей семье мешали жить. Постоянно преследовали мою жену, меня, членов моей семьи, преследовали физически. И все это координировалось спецслужбами милиции. Они знали заранее, в какой город я еду, в какой гостинице я останавливаюсь, с каким рейсом прилетаю. И уже там ждали меня под ЖПЖ. Всякими там палками и так далее. Слава Богу, обошлось без каких-то жертв, без трагедии, поскольку мои помощники умели еще правильно организовывать и защищаться. Но это же было же, несколько месяцев это прошло через это. Это реальная сегодняшняя Россия. Это так борются с политическими оппонентами. У нас же не происходит революции сегодня. Мы же не вооруженную борьбу ведем друг с другом. Мы пытаемся вести политическую работу, конкурировать политически. Говорят, нам не нужна никакая конкуренция. Вот вертикаль, полуторапартийная система, то, что сегодня в России есть. Нет никакой многопартийности. Полуторапартийная система. То, что Путин видел в ГДР, когда он там служил, в КГБ, вот это он сейчас сделал в Российской Федерации. Конечно, такая модель, такая система ведет в сторону к разрушению. Это не просто какое-то пожелание или хочется видеть, чтобы политические конкуренты, такое будущее было. Но это реалии, это же люди видят. И тот, кто анализирует и историю, и общественную жизнь, понимает, что именно в эту сторону все это идет. И сегодня все политологи это осознают. Те, которые вчера еще хвалили всю эту так пресловутую вертикаль. Сегодня же все уже говорят, что все, эта модель исчерпала себя полностью. Но боятся люди сделать какие-либо шаги? Боятся компромиссов. Потому что они не политики. Это жесткие администраторы. Политика это всегда искусство компромиссов. Как Ельцин, я рассказывал, когда он с коммунистами пошел на компромисс, пригласил, собравал всю полную правительство из коммунистов. Ради спасения ситуации и ради движения вперед. А эти люди боятся, поскольку они считают, что это будет рассмотрено людьми как проявление слабости. Они не понимают, что неспособность принимать политические решения, это и есть слабость руководителя. И вот с такой конструкцией мы идем и двигаемся дальше. Поэтому я имею смелость предположить, что у нас очень плохой конец будет, если это все будет продолжено. Если мы не сумеем заставить эту власть исполнять конституцию. Два пути есть. Выборы или вооруженная силовая смена. Я и мои соратники приверживаются исключительно конституционной смены власти, смены политического курса. Формирование иного политического курса на основе итогов выборов. Нам этого не дают делать. Фактически, автоматически подталкивают всех граждан к другому способу проявления своей политической воли. Через улицы. Поэтому в этом это и есть. И, конечно, когда западноевропейские страны обнимаются лидеры, обнимаются и целуются с нашими руководителями, тем самым они говорят, слушайте, ну да, это вроде у вас нормальная модель. А это все используется внутри страны как пропаганда. Вот видите, все в мире покупается и продается. И наша модель такая, которая у нас в России существует, она также приемлема для всех. Это очень вредное событие, если такие они происходят и будут происходить дальше. Это означает, что западные страны, руководители, политические деятели, которые исповедуют универсальные европейские принципы, на основе которых их народ только избрал, но в отношении Российской Федерации, члена Совета Европы и члена ОБСЕ, эти принципы они не применяют и закрывают глаза на нарушение международных обязательств Российской Федерации. Почему-то они дали, не знаю каким образом, Путину специальный билет он получил, разрешение от них не исполнять международных обязательств. Так произошло с Грузией. По этой причине. Через две недели после войны бизнес изюжил. Сначала покричали, покричали, тут же через месяц забыли, что делает Путин и его окружение в Москве. Вы видите, все, сейчас мы газку подбавим еще, цену понизим, все купим в этом мире. И теперь он говорит, а мы правы, видите, мы все покупаем. Олимпиаду или чемпионат мира по футболу. Ну это позорище же, значит, да? Конечно, это радостно для всех болельщиков футбола, но как это происходило, значит, ну это же, разве это уместно вообще? Может существовать такие способы решения вопросов, значит, в цивилизованном мире? И все это проглатывается, и пока это будет прожевываться, это означает прямая поддержка этого режима. А тут вам риэлполитик, значит, да, хотим газу больше и нефти там. Вот это все, это прямое поощрение. То, что происходило с Лукашенко, поощрение диктатора, значит, да, ну два года, слава богу, попробовали, значит, ничего не получилось, значит. Хотя была попытка изменить ситуацию, и правильно делалось, но хорошо вовремя осознали. И правильно среагировали на эти вот последние, так сказать, выборы, или на, не выборы, а на силовой разгон. То же самое ожидает нас очень скоро. Ну, а говорят, ну, Россия, это же не Белоруссия, мы нужно считаться, будем проглатывать. Будете глотать тогда еще много и сильно. Начнут самолеты падать, там, на Великобританию, когда летают, они полуживые самолеты, значит, там, с резиновыми, там, бомбами, значит. Они говорят, слушайте, ну, только едайте где-нибудь в стране, то упадет, не дай бог, это же там 35-летнего производства, значит, машины. И все вот эта вот имитация силы, демонстрация, значит, надуманная, вместо строительства реального нормального государства с нормальной рыночной экономикой, это все какие-то, какая-то ностальгия по Советскому Союзу, чтобы так, как и прежде, люди боялись, не уважали Россию и россиян за то, что там свобода и богатая страна строит экономику, а то, что там они могут угрожать кому-то, угрожать Эстонию, угрожать там Польшу или там Грузии, там кому еще угодно, Великобритании. Вот методика. Поэтому, если это будет проглатываться, так это все будет продолжаться, так долго этот режим будет существовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...